Я обещаю повысить уровень жизни населения и снизить цены на газировку. Да здравствует Америка! Ну вот, я закончил готовить речь. Так, и какой же смартфон звонит? Алло? Я внимательно слушаю. Нуждаетесь в финансовой помощи? Не проблема. Здравствуйте. Поторопись, это серьёзное дело. Как скажете, мистер президент? После решения важных вопросов главе государства надо как следует отдохнуть. Персональные массажисты, а пахальщик ему в этом помогут. Главное, не махать слишком быстро. Это так волнительно. Сэр, расслабьтесь и просто наслаждайтесь. Не хватает лишь одного. Джет, слушаю вас, сэр. Мне не помешает освежающий напиток. Понял. Будет сделано. Оперативно, как и всегда. Спасибо. На что смотрите? Вы свободны. Эх, люблю свою работу. Многие могут подумать, что президент Майерс умеет только тратить деньги. Но это не так. Здравствуйте. Рад вас всех видеть. Сегодня мы собрались здесь по чудесному поводу. Эти ножницы сломаны. Ну, не проблема. Я! Я сам своего рода спортсмен. Что ж, пройдёмте. Как нам всем известно, спорт – это залог здоровья. Только вот подростки так увлеклись, что оказались недостаточно осторожны, играя рядом с президентом. Ой, мы не виноваты. Это всё мяч. Как ты посмел. О, что делать с преступником? Пусть он окажется за решёткой. А ты проделал хорошую работу. Спасибо, сэр. Рад вас защищать. Добрый день. Это особо опасный преступник. Он посмел напасть на президента прямо на моих глазах. Хм. У нас как раз есть робо подходящего размера. Возвращаюсь в штаб. Это несправедливо. Меня подставили. Я не виновен. И не должен здесь находиться. Все вы так говорите. Твоё место в этой камере. С такими же опасными ненормальными, как и ты. Спокойной ночи, Америка. Надо восполнить запас энергии. Завтра много дел. Ох, неудобно. Ничего не изменилось. Лучше не стало. И почему это так сложно? Дэн. Чем могу помочь? Я не могу уснуть. Сделай что-нибудь с этим. Ты постараешься? Отлично. Я знаю один метод. Смотрите внимательно. Плохой метод. Эти овцы не помогают. Убери их. Ты вообще понимаешь, как президенту важно выспаться? Я вас понял, сэр. Тогда переходим к плану Б. Пустите её. Я знаю, как помочь вам уснуть. Бросайте оружие. Вот это реакция. Это ведь всего лишь часы. А, так вы тот самый гипнотизёр, которого мы вызывали. Следите за часами. Вы хотите похвастаться? У меня есть вещица покруче. Мои часы. Заставляет вас спать. Это вряд ли. А президента оказалось не так-то просто загипнотизировать. Смотрите, как я умею. Я тоже так хочу. Ай, я забыла, что они тяжёлые. Извините, но тут я бессильна. Да уж, никакой от них помощи. Какие всё-таки эти подушки твёрдые. О, а это что, наволочка? Хм, я знаю, чем её наполнить. Дом богатого президента не обходится без доллара провода. Удобная вещь, однако. Теперь я, наконец-то, смогу уснуть. Всё приходится делать самому. Нет ничего мягче и лучше денежные подушки. А вот у доллара провода есть один минус. Этого ещё не хватало. Опять мелочь капает. Всё чисто, следите за периметром. Добрый день. О, это же сам президент. Я ждала этого дня. Бросайте оружие. Хорошая ткань. Вы его не тронете. Ой, это просто платок. Неплохо. Может, вам что-то подсказать? Я бы хотел купить этот галстук. Чудесный выбор. Дэн, подай мои деньги. Держите, сэр. Десять, пятьдесят, сто. Нет подходящей купюры. Постойте. Дэн, доставай камеру. Богатый президент может запросто выпустить новую банкноту нужного номинала. О, а я хорошо здесь получился. Вот, я покупаю тот галстук. Спасибо, эм, ладно. Теперь будет, что надеть на пресс-конференцию. Как раз к флагу подходит. Работать охранником президента нелегко. Надо все время быть на чеку. Ошибочка вышла. Ну и денек. Но даже над головой президента могут сгуститься тучи. Эй, кто вы? Что вы делаете? Нет, я не отдам. Это мое золото. Что за неслыханная наглость? Вы не имеете права. Вы новости совсем не смотрите. О чем вы? Не верю. Этого не может быть. Экстренные новости. Акции компании президента обрушились. Теперь он банкрот. А нашу страну ждет кризис. Только не телевизор. Как я по субботам буду смотреть мультики? Неужели они все заберут? Джет. Извините, мне тоже придется уйти. Я буду очень скучать. Я все потерял. Подождите. Позвольте воспользоваться ею в последний раз. Сэр, нам так жаль. Не представляю, как я буду без вас. Алло, мне нужна финансовая помощь. Мне нужны деньги. Одна мелочь? Да вы шутите. Это даже не помощь. Неужели золотая пора правления президента Майерса закончилась? Ему придется привыкать быть бедным? Остановитесь. Не делайте мне еще больнее. Но похоже, что президент потеряет сегодня абсолютно все. Сэр, я пришел попрощаться. Фух, я аж вспотел. Очередное покушение не позволю. Вот это я понимаю, профессионал. Зато ты остался со мной. Эй, где деньги? Что-то мне это не нравится. Чек? Сколько, сколько? Еще не все потеряно. Где же она? Я оставлял денежную подушку. На кровати. Эй, куда ты делала подушку с долларовой наволочкой? Так я ее выбросила, как обычно. И вообще, сами теперь все убираете. Я так просто не сдамся. Куда же она могла ее выбросить? Где вообще находятся мусорные баки? Наконец-то нашел. Ну же. Где моя подушка? Здесь один мусор. Ух ты, пакет с деньгами. Что? Эй, отдай мне. Сейчас же. Я первый его нашел. Он изначально мой. Отдай. Это приказ президента. Ну и зрелище. Это будет настоящей сенсацией. И почему мне так не везет? У меня ничего не осталось. Эй, тише там. Может, вздремнуть, пока смена не закончилась? Но тюремному охраннику стоило быть на чеку. Ибо особо опасные преступники. То и дело, что выжидали, когда он потеряет бдительность. Он уснул. Мы сможем сбежать. Я вас прикрою. Ну, хоть у Дэна сейчас все хорошо. Это большая честь. Стать лучшим защитником чемпионата. Все благодаря практике. На моей прошлой работе. Перебои с электричеством. У меня и так сейчас забот по горло. Этого мне еще не хватало. Наконец-то я ему отомщу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Президенту Майерсу стоит чаще оглядываться. Кажется, будто за мной кто-то следит. У меня плохое предчувствие. Может, это просто паранойя? Но я не хочу это проверять. Откройте дверь. Впустите. Ха-ха-ха-ха. Ты не войдешь сюда. Именем президента. Требую меня впустить. Не ждал меня. Помогите. Ну же, лифт. Работай. Ты сломал мне жизнь. Прости, пожалуйста. Я не хотел. Я сделаю все, что ты попросишь. Ты заплатишь за то, что отправил меня в тюрьму. Я этого не допущу. Дэн, я так рад тебя видеть. Ты всю жизнь проведешь в тюрьме. И я позабочусь об этом. Ты меня спас. Спасибо тебе. Класс! Как ты думаешь, получится ли у президента Майерса снова стать богатым? Напиши свой ответ в комментариях под этим видео. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк. Подписывайся на наш канал. И не забудь нажать на колокольчик. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok